Сегодня игра, сегодня важный матч. Все стали на своей позиции. Нас много ребят, но цель одна. Мы все здесь, чтобы побеждать, разрывать. Нам нужна победа, победа, победа. Здравствуйте! Сегодня я, Никита Смагин, подготовил для вас видео-обзор матчей четвертого тура премьер-лиги IT, где встречаются команды из компаний, которые занимаются в сфере высоких технологий. Так получилось, что в этом году компании из этой сферы распределились на два дивизиона, и сегодня мы проанализируем матчи именно дивизиона I. Хочется сказать, что в этом туре, мне кажется, одна из команд, а именно команда Deep 2000, просто преобразилась и подарила нам, подарила зрителям уникальный игровой стиль. И, пожалуй, один из самых ярких стилей среди всех команд, и, безусловно, очень яркая команда, очень интересная, о которой хочется говорить. Deep 2000 в рамках четвертого тура встречался с Айтаку. Пожалуй, для меня это был самый интересный, самый непредсказуемый матч, который завершился очень неожиданным лично для меня результатом, а именно победой Deep 2000 со счетом 1-0. И, конечно, уникальность стиля этой команды заключается в совершенно феноменальной обороне, где все отлажено, как часовой механизм, где игроки поддерживают друг друга, отлично взаимодействуют. Никто не рискует, никто не играет авантюрно у своих ворот. Наоборот, стремятся играть. По принципу, все гениально и просто. Если нужно, выносят мяч, если нужно, действуют на подстраховки. К тому же у команды потрясающий вратарь это Андрей Кривицкий, который уже во второй раз признается лучшим игроком тура, и он очень скромно, так скажем, описывал свои заслуги в небольшом интервью, которое мы делали в тот раз, когда он первый раз получил это почетное звание. Можно сказать, что так он говорит, что, в общем, молодцы защитники, они выполняют установку, не допускают опасных моментов у моих ворот, что, в общем, мячи, как, согласно вратарской поговорке, долетают до ворот с дутами, и все в таком духе. Но, мне кажется, немного лукавит Андрей. Его заслуга, его вклад и его доля в общекомандный успех неоценимы. Здесь вратарь это та самая хорошая, добротная половина команды, которая должна вообще по-хорошему всегда быть, особенно в мини-футболе. Здесь, конечно, помогло еще ДИП-2000, то, что удалось забить быстрый гол. Вячеслав Морозов с передачи Артура Еремяна на пятой минуте уже вывел ДИП-2000 вперед, и хотя активнее выглядел Айтеко, хотя разыгрывали замысловатые комбинации, хотя чаще владели мячом, зарабатывали больше угловых стандартов, конечно же, поддавливали, поддушивали, и все как полагается. Футболист Айтеко. Но ДИП-2000 выстоял, и выстоял вновь, и победил вновь в сухую. И хватило для победы, что по-футбольному очень иронично хватило вот этого единственного гола. И вот эти аналогии с командами типа Мадридского Атлетика, или типа Ростова, или типа какой-нибудь сборной Греции, которая поразила нас в свое время победой на Евро-2004. Все эти аналогии, они все меньше и меньше имеют смысл, потому что не хочется сравнивать с кем-то команду ДИП-2000, хочется просто любоваться их игрой, их самоотверженностью, наценностью на результат и, главное, эффективностью. Потому что потрясающая реализация голевых моментов, у них их не бывает много, но то, что у них есть, они совершенно прекрасно реализуют. И здесь даже сложно в этой команде выделить какого-то яркого лидера, какого-то системообразующего игрока, который там отображает игровую концепцию команды, который характерные детали какие-то, да, восполняет. Здесь именно командная спайка, и шикарная оборона, и замечательный вратарь. За счет этого удалось остановить команду АйТеко, которая шла без потери очков до этого матча, и прекрасно-прекрасно сыграть для меня ярчайшие впечатления ДИП-2000 в этом туре и вообще в турнире. Другой матч, завершившийся, кстати, с тем же самым счетом 1-0, противостояние Люксофта и Терадаты. Здесь хочется сказать, что это была невероятно вязкая игра, невероятно упорная. Терадата очень серьезно прибавила по сравнению с матчами предыдущих туров. И в первом тайме Терадата так просто переигрывала своего соперника, имела больше моментов, чаще владела мячом. Где-то там в завершающей стадии действительно не хватало немного реализации, но оборона Люксофта была, как всегда, тоже крепко спаянная и очень надежная. И не получалось в легкую провести какую-нибудь там атаку, выход один на один о таком. И речи даже не шло. Очень крепко играл Люксофт, и после перерыва все-таки вот на опыте, на каком-то сыгранности, на игранности Люксофт перехватил инициативу. И на 30-й минуте открыл счет, Евгений Остатенко отличился с передачей Сергея Корнаухова. И, пожалуй, это был переломный момент, потому что с таким стилем игры, как у Люксофта, тоже с преувеличенной такой чертой надежности у своих ворот, очень удобно играть от счета 1-0, очень удобно отталкиваться от этого преимущества. И надо сказать, что скорее у Люксофта даже были моменты, чтобы забить второй, чем у Терадата, чтобы сравнять счет. Но, тем не менее, несмотря на то, что Терадата проиграла, да, с счетом 0-1, но это очень достойный матч, это очень достойное качество игры. И, конечно, хочется ожидать от этой команды большего, и, конечно же, хочется ожидать теперь и набранных очков, вне всякого сомнения. Потому что команда сыгрывается, команда спаивается по-хорошему, спаивается в плане спайки командной, не подумайте, чего-то связанного с алкоголем. Очень приятно, без всяких шуток, оставляет впечатление Терадата, и хочется пожелать, конечно, несомненно, успехов команде в следующих матчах. Крок-мегафон, очень боевитое противостояние, тоже насыщенное игровым нервом оголенным, все трещало, все кипело в этом матче. Очень приятно, опять же, для меня, со зрительской точки зрения, что игра завершилась в ничью, со счетом 2-2. Команды попеременно лидировали, попеременно атаковали. Хочется отметить системообразующих игроков, которые определяют игру. У Крока это Дмитрий Татаренко и Сергей Коржов, которые зашли свои фамилии на табло. А у мегафона это, разумеется, игр Шалин, который отметился дублем и тоже продемонстрировал очень красивую игру. В целом, хочется сказать, что по игре, пожалуй, преимущество было небольшое у Крока, потому что уже во втором тайме, уже при ничейном счете, Крок несколько больше давил, несколько больше осталось у них сил, они грамотнее смогли распределить их на дистанцию всего матча. Но у мегафона были такие прямо зминые контратаки, как у Кус Кобры. Каждая контратака таила в себе неотразимую угрозу и, так сказать, где-то просто невезение было, где-то очень хорошо играл вратарь Крока, иначе мегафон вполне мог и выиграть этот матч. Но в целом, хочется сказать, что да, команды уравновесили друг друга в стремлении победить, и это логично завершилось ничейным исходом. И, наконец, последний матч Тура, противостояние БСС и Вейтек, здесь Вей оказался сильнее со счетом 5-2, но хочется сказать, что во многом предопределила исход и развитие этой игры, концовка первого тайма, когда при равном счете 1-1 и в целом при равной игре, с такой довольно вязкой, с хорошей позиционной обороной, с попытками и успешными что-то придумать впереди, но игра была равной. И просто в концовке первого тайма забил Вейт, и за счет этого получил психологическое преимущество, во втором тайме даем счет до 5-1. И только в концовке уже БСС забил один гол. Здесь, конечно, системообразующие игроки у Вейт, Алексей Логинов, который отметился хет-триком, и Сергей Грачев, который к двум голам проплюсовал результативную передачу. Хочется отметить, что Вейт, конечно, поймал, нащупал свою игру и извлек какие-то уроки из матчей предыдущих туров АОБСС. Вот до сих пор никак не получается именно вот в начале матча хорошо сыграть, не позволить сопернику отрываться в счете. Вот пока не удается этой команде, хочется пожелать, чтобы все-таки наводили они в этом плане игру и более, как сказать, дисциплинированно, ответственно действовали с самых первых минут. И тогда, конечно же, придут и результаты. Самое время обратиться к турнирной таблице. Здесь пока лидером является Люксофт с 10 очками. Но я говорю пока, потому что просто на пятки ему уже наступает Deep 2000, у которых 9 баллов. И главное, что у Deep 2000 настолько большой запас прочности, настолько надежная игра, что мне кажется, что, может быть, это даже теневой фаворит турнира, не побоюсь этого слова. 7 очков у Мегафона тоже несколько притормозила команда, но вот забегая вперед, будут возможности у Мегафона принять очень активное участие в борьбе за лидерство. И потенциал команды виден. Такая прочерченная игра в контратаках. И это тоже очень хороший игровой почерк команды. У Айтеко 6 очков, правда, есть матч в запасе, и тоже есть возможность вклиниться в борьбе за лидерство. Надо сказать, что Айтеко по-прежнему оставляет очень симпатичное впечатление. Здесь просто с Deep 2000 они столкнулись с космическим уровнем сопротивления и не смогли взломать вот эту оборону, в итоге проиграли. Но у Айтеко, мне кажется, серьезный очень потенциал для движения, возможно, вперед. Вот 6 очков у Вэй, который, как я уже сказал, нащупал свою игру, и, я так понимаю, прибавляет от матча к матчу. Вот 5 очков у Крока. Вот это несколько необычно для меня теряет очки часто Крок, не доводит до конца какие-то свои атакующие залостные. Вот это, мне кажется, немного удивительно, потому что потенциал команды очень хороший, на мой взгляд. И, мне кажется, что Крок тоже должен прибавлять, потому что очень хорошая позиционная атака, и чувствуется, что игроки понимают друг друга, и сыгранные. В общем, ждем прогресса от Крока. Ноль очков пока у БСС и у Тородата. У Тородата, правда, матч в запасе, но хочется пожелать этим командам, да, чтобы все-таки явные игровые какие-то ресурсы воплощались, да, благодаря дисциплинированной игре в результат. Потому что, в конце концов, результат очень многое определяет. А сейчас анонсируем матчи следующего, пятого тура. Здесь матч-тура – это Люксофт Мегафона. Как раз вот это такая скрытая битва за лидерством, потому что пока Люксофт на 3 очках впереди, но в случае победы Мегафона вы сами понимаете, что команды сравняются. Здесь, мне кажется, что есть некоторое преимущество у Мегафона за счет того, что, возможно, от них меньше ждут победы. И мне кажется, что это может сыграть им на руку. Поставил бы на победу Мегафона в один мяч. Может быть, кого-то удивит мой прогноз, но тем не менее. ДИП-2000 играет с Вейн. Я обжигался на прогнозах против команды ДИП-2000. Сейчас я этого повторить уже просто не решусь. Я уверен, что ДИП-2000 выиграет этот матч. Возможно, с преимущественным в один или даже два мяча. Я пока просто потрясен игрой этой команды. Крок встретится с Айте Кобал. Здесь очень важная борьба за возможность продвинуться в турнирной таблице. Возможно, небольшое преимущество все-таки будет у Крока. Мне кажется, более конкретная игра в атаке у этой команды. Скажу, что преимущество в один, возможно, в два мяча будет у Крока. И, наконец, БСС Тарадата. У какой-то из этих команд обязательно появятся очки. А мне хочется, чтобы они появились у обеих команд. Поэтому я спрогнозирую в этом матче ничью. Ну, это все мои досужие размышления. Цена, как вы понимаете, грош в базарный день. И, в общем, поживем, увидим, будем следить за матчами. А этот обзор для вас подготовил Никита Смагин.